Когда в Украине началась антитеррористическая операция, в дело помощи армии включились все неравнодушные украинцы, потому как обеспечения никак не хватало. Не отставали от обычных волонтеров и священники. В Одессе активно работают волонтеры Казацкого Покровского храма, который находится на поселке Котовского по адресу улица Курская, 67. Волонтеры общины этого храма рассказали журналистам, с кем они работают, в чем сейчас насущная необходимость их подопечных. Волонтеры говорят, прежде всего они помогают 121-й бригаде спецсвязи, для которых помощь собирается в вышеуказанном храме, настоятелем которого является другой известный волонтер, священник Александр Филиппов. При храме также действует небольшой волонтерский центр. Помимо непосредственных своих подопечных, связистов помогают и раненым из военного госпиталя. Приглашают помогать всех, тем более, что скоро троицы. Очень нужны технические средства, кабеля, телевизоры, радиоприборы. Волонтеры жалуются, денег стало не хватать. Их община купила для солдат микроавтобус в кредит. На нем они повезут помощь в АТО. Но люди стали меньше жертвовать, потому что у нас официально перемирие. Пришлось даже приостановить строительство храма. Все средства идут на фронт. Хороший пример подает диаспора. Недавно из Америки нам от украинской диаспоры пришло 4 машины. Мы их камуфлировали. Это пойдет в ОУН батальон. Делаем все, что можно. Также активно общаются с бойцами батальона Айдар. Волонтеры рассказывают, сейчас у бойцов добровольческих батальонов проблемы с оформлением документов. Официальное оформление находится в плачевном состоянии. Это касается и раненых, и погибших. Например, в Айдаре был парень Макс Элс. Получил ранение, попал в плен. Одну ногу ампутировали. Сейчас ни льгот, ни статуса. Пережившим такое страшное в своей жизни, оставшись без ноги, он имеет после госпиталя выписку истории болезни с общими заболеваниями. Никаких льгот, нищего. Семья ребенка. Очень нужна помощь юриста. Волонтеры рассчитывают на помощь неравнодушного человека, который бы помог последовательно пройти все инстанции и установить статус раненого добровольца.